какое все-таки ружье лучше для использования пулей стволов полно различных я положил пуля в пулю но один из них был дробь очень сложно делать прямые двухстволки раз два три 4 5 6 7 все пацаны на сегодня я стрелять больше не буду привет друзья я андрей шелестов мы у нас на стенде в деревне холм и сегодня новая серия на нашем канале оружейный барон где мы рассказываем про разные возможности нашего и не нашего оружия любимых игрушек настоящих мужчин у меня в руках ружье beador из которого мы будем в том числе и из него делать очень интересные тесты но прежде чем я расскажу о чем пойдет речь подпишись на канал поставь лайк чтобы в следующий раз не пропустить свою серию а мы начинаем сегодня интересный вопрос какое все-таки ружье лучше для использования пулей саш привет андрей привет идея этого выпуска то чтобы одним видом пули проверить какое-то определенное количество оружий и сравнить в чем разница и какое лучше ружье использовать я правильно понимаю совершенно верно в общем мы взяли 8 ружей различных производителей и турецких производителей и один американец даже у нас есть и что итальянец есть и русские тоже есть у меня руках ружье beador это одна стволка сейчас я думаю при измене законодательства она будет пользоваться своей популярностью это один из участников вот у нее 510 длина ствола но мы еще взяли 430 длину ствола 710 760 510 ну короче мы сегодня настреляем стволов полно различных под любой вкус обязательно померяем каждый выстрел на скорость у нас есть лабрадара хронограф профессиональный который будет измерять на скорость снаряда а что нам скорость это дает ну вообще энергия снаряда складывается из двух величин это масса снаряда и скорость снаряда масса у нас будет константа да она будет постоянной надеюсь ты не самые дорогие пули выбрал для теста ролики зашкаливают по бюджету подожди а сейчас про бюджет да пулю взяли рекорд от фирмы рекорд 33 грамма полуоболочка так что под наши тесты идеально подходит и последний тест у нас будет мы найдем ствол самым высоким показателем по скорости и ствол самым низким показателем по скорости и проверим пробивную способность из этих стволов да ну что давай по очереди начнем уже стрелять первое беру ружье хацан а 112 эта модель из которого я в свое время сделал тысячу выстрелов тысячу выстрелов и ни разу она не заела и ни разу я не стрелял пулей давай мне патроны патроны на столе я включаю лабрадар дружьё с 710 длиной ствола стреляем на дистанции порядка 30 метров со станка скорой замерили нет так подожди не работают включилась давай еще за профессионал не сработал на русский мороза 385 но есть 390 90 метров в секунду самое интересное это сбегать посмотреть даже ты не попал то бишь десятку не попал девятку тоже не попал восьмерочку попал пошли-пошли вообще хорошо подожди а чуть дробь что ли один-то был сашу как вот так можно вот как осыпи очень хорошая я положил пуля в пулю но один из них был дробь ты меня специально подставляешь даже даже в этом вопросе ты меня подставляешь сбиваешь мне прицел подставляешь какие-то патроны холостые по тарелкам стреляю попасть не могу какая осыпь стыд освещается какая осыпь откуда осыпь андрей с собой дробовой притащил один подстава предлагаю взять импалу у нее длина стала 760 импалу берем импалу очень хорошая модель владею езжу с ним на охоту можно посмотреть серию вот здесь вот я размещу ее как я на утку охотился с этим полуавтоматом мне очень нравится мягкий подогнанный карабин вы обязательно мне напишите что я неправильно все говорю это частенько же бывает мне на самом деле нравится когда вы пишите комментарии расскажите свои истории как вы стреляли пули из гладкого ружья и какой результат у вас показывает нам будет очень интересно задавайте вопросы а сейчас я прицеливаюсь из станка скорость 390 395 прекрасный результат 393 ну что пойдем посмотрим как я отстрелял на этот раз ты меня опять путь нет все были холостые ну я смотрю результат неплохой тут результат конечно не пуля в пулю но очень ровная смотри какие пуля сделала отверстия но здесь еще сверловка другая а импалы сверловка идет внутреннего диаметра 18 6 здесь 18 318 4 на хатсане переход с патронника на номинальный диаметр стола более мягкий и снаряд не испытывает каких-то дополнительных боковых нагрузок еще можно взять ремингтон ремингтон 1187 длина стала 710 ствол не хромированный а никелированный и получок стоит на дульном срезе я очень долго использовал такое ружье остатки былой ассортиментной роскоши помните да когда приходили в магазины и оружие любого производителя можно было найти в магазине к сожалению сейчас не так но все-таки остались в обращении эти ружья и мы не можем про них не рассказать 387 384 примерно на 10 метров скорость меньше чем у импалы ну что со здесь времен тон тоже не вышел практически за пределы черного круга куда целишься туда и летит но в принципе все ружья из которых мы уже отстреляли можно сказать что они пристреляны неплохо для использования пулей да 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 здесь же много факторов чтобы получился хороший выстрел и все эти факторы здесь складываются у нас еще осталось у нас осталось мр-27 ну стволка посмотреть как летит из нее но там дульное сужение фиксированное нижний ствол это получок а верхний ствол это чок мы из какого будем стала стрелять забоев потому что мы поиспользуем подкалиберные пули а вот так вот ну давай так классика нашего жанра с этого года новое дыхание приняла эта модель семьсот двадцать пятые стволы скорость триста девяносто четыре метра триста восемьдесят четыре метра триста девяносто четыре метра 384 метра саш скажи почему выстрел с верхнего ствола быстрее чем выстрел с нижней наоборот первый выстрел у тебя идет всегда нижний да а нижний это получок а верхний ствол это полный чок и соответственно нас теряется 10 метров на дульных сужениях представляешь момент вроде бы короткий до самого сужения небольшой по длине 10 метров в секунду теряется уже какой-то вывод мы сейчас можем сделать что если вы стреляете из гладкоствольного ружья и у вас снизу чока сверху получок вы теряете 10 метров в секунду самое прикол еще в том что разброс по стволам смотри какой да иди моя стрелял из одного ствола это из другого это у тебя нижний ствол почему так думать а я видел пробоины карида страна да это нижний ствол а это верхний ствол вот этот ствол в нижней которые стреляют быстрее это верхний который стреляет медленнее представляете парня спайка стволも да Да, очень сложно делать прямые двухстволки. А как должно быть? На каком расстоянии от выстрела пуля должна приходить примерно в одну точку с верхнего и нижнего ствола? Вообще, когда разговариваем о дробовых ружьях, то лучше подразумевать дробовой выстрел. Но все ружья сводятся дробовые, это в районе 35 метров. Значит, вот примерно на этом же расстоянии они должны бить в одну точку. Да, совершенно верно. Тут расстояние достаточно немаленькое. Но надо помнить, что все-таки пулевой выстрел это дополнительная функция. Это топ экстра премиум класс. Главное, чтобы дробь хорошо летела. Да, это точно. Ну что, Саш, теперь твоя очередь стрелять. Да, постреляем. Включаем лабрадар. Так, на столе у нас бейдора. Стволы 760. Установлен цилиндр и цилиндр с напором. Дульные сужения. Не замерил. Все, отлично. 383. Так, выстрел. 391 метр. Так, и еще один выстрел. 387. Так, теперь у нас Саббатти называется модель Саббаслаг под пулевой патрон. Интересная горизонталка с короткими 510-ми стволами. Сужение цилиндр. 388 метров в секунду. Так. Еще выстрел. 367 метров в секунду. Ничего себе, как отличаются стволы. А сейчас посмотрим еще по второй серии будут такие же результаты. Или это все-таки погрешность патрона. 392 метров в секунду. И вот у нас второй ствол. Так. И на втором стволе у нас выключился лабрадар. Лабрадар работает. 377. Вот у нас ВПО 205 с 430 стволом. Сужений никаких не стоит. Цилиндр короткая, маленькая, полуавтоматическая. Еще и газоотводная. Так, отлично. Так, из полуавтоматов, которые имеют соответственно один ствол, мы будем собирать группу из трех выстрелов. А если это двухстволка, то группу из четырех. Соответственно, по два из каждого ствола. Ну, можно приступить. 356 метров в секунду. Выстрел. 373 метров в секунду. Выстрел. 366 метров в секунду. Я считаю, что это самый пока слабый результат, который мы получили. По скорости. Так. И... Моя любовь. Бейдора. Одноствольная. С длиной ствола 510 миллиметров. Дульное сужение. Цилиндр. Отлично. 374 метра в секунду. 375 метров в секунду. 379 метров в секунду. Все, пацаны. На сегодня я стрелять больше не буду. Единственный день в году, который удался у меня. Предновогодний. Потому что у Сани получилось меньше. Это не к тому, что нужно всегда радоваться, потому что у соседа плохо. Но в этом случае есть и такой вывод небольшой. Ну что, что скажешь, Саш, по результатам? Неплохо, но чуть-чуть расстроило с Саббати. Вот это, с короткими стволами, которые Саббати Слаг Сабба. Может, я не привык к компоновке такого оружия, да, классическое. Не знаю, но она у меня вот разбросала вот таким образом. Ну, если сравнивать с ружьем, которое вертикальное, я думаю, что не так уж совсем и плохо. Если у тебя два выстрела ушло практически рядышком, ну, а три, видимо, рука дрогнула мастера. Да, да. Это все левый ствол, это правый ствол. Так что вот такие результаты. На этом у меня результаты от бейдоры двухстволки с длиной стволов 760 миллиметров. Вот, получились 4 пробития. Я считаю, этот результат прекрасный. Это великолепный результат. Смотрите, насколько различаются. Ты как правильно говорил, что двухстволка должна на расстоянии 35 метров сводить пулю к единой цели. Вот здесь вот как раз показан именно этот результат. Но недаром это ружье сразу заняло свою нишу и понравилось нашим пользователям. Пишите в комментариях, есть ли у вас ружье Беодора, как вы его используете, были ли какие-то проблемы. А наша задача сделать так, чтобы использование любых товаров, про которых мы рассказываем, было безопасно. И вы всегда знали, куда обратиться, если у вас возникнут какие-то проблемы. Следующий результат, это самый короткий ствол из всех ружей, которые у нас были представлены. Это 430 ствол от ружья Вепра 205. Полуавтоматическая. Вот такой результат получили. Довольно-таки неплохо. И еще последний результат, это Беодора 1 стволка. Беодора 1 стволка молодец. Маленькая, шустрая и делает свое дело. Да, 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 это точно. Самое главное, летит туда, куда целишься. Да, и ствол 500. Какую скорость мы получили? Самую быструю и самую медленную? Самую большую скорость мы получили на импале. 395. Вепридал самую медленную скорость. Это 350, да? Да, 356 метров в секунду. 356 метров в секунду. Разница порядка 40 метров. Это больше 10%. И сейчас мы должны посмотреть, как это сказывается на пробитии, да? Да, на пробивной способности. Ну что, вот у нас здесь приготовлено уже. Саша молодец, тут скомпоновал кучу листочков фанеры. Для того, чтобы посмотреть, насколько пробитие цимпалы, по идее, да, должно быть больше, чем у пробития с вепря, потому что скорость у него на 40 метров больше. Да. Ну что, стартуем? Ты из чего будешь стрелять? Из вепря. Так, выстрел. Есть. Есть попадание. Смотри-ка, точно ты попал? Да, старался. А, так это у тебя мишень, что ли? Да, специальная, реминконовская. Ё-хо-хо. В магазинах охот-актив продается. Мы видим, что первую эту она даже не пробила целиком. Осталась там. Давай знаешь, что сделаем? Давай сразу сделаем еще один выстрел. Мы поняли, куда ты попал. Сейчас сделаем еще один, и тогда уже распакуем. Давай, отлично. У меня не упало. Я приубираю. Оп. Ничего себе. Пуля в пулю. Да. Слышишь, мне не подстава какая-то. Да. Попал точно в Санину пулю. Разница 2 сантиметра. Да. Робин Гуд. Теперь смотрим. Еще пробития. Но остановились они примерно в одном и том же слое. Но. Вот у нас выстрел от импалы. Он прошел чуть дальше. Причем он прошел дальше на одну фонерину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Исходя из того, что у нас семь фонерин были полностью пробиты. Восьмая вмята. То это шестую пробила, а эта в седьмую зашла. Да. Ноги остались вот эти. Да, но видно, что здесь она больше прошла, чем вот эта пуля. Я хочу предложить сделать второй выстрел все-таки из импалы. Этот результат оставить для випря. Так как, ну, грубо говоря, она ее не толкнула ничего. Этот зафиксировать. А сделать еще один выстрел для импала. Давай сделаем. На частоты эксперимента. О! Прекрасный результат. Опять стяжка отскочила. Каким выводом мы сейчас должны прийти? Что чем скоростнее выстрел, чем больше дощечек он может пробить. Да. Тем больше снаряд энергии несет. Это точно. Так, ну и что у нас тут получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь фанерок. Смотрите, какая разница. Значит, на самом деле, там в первом выстреле было заторможение пулей. Восемь фанерок пробила пуля со скоростью 395 метров в секунду. Из ружья импала плюс. Да. Все-таки длина ствола... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Шести миллиметров. Не денешься. Для нас ствола дает свой результат. И несмотря на то, что полуавтомат, многие говорят, что забирает энергию на перезарядку, мы этого на самом деле не выявили. Так что, друзья, пишите свои комментарии, задавайте нам вопросы, мы будем на них обязательно отвечать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и давайте вместе перезарядим отношения к людям с оружием. У меня уже ничего не говорится. Субтитры подогнал «Симон»!